короче здорово народ я наконец-таки выбрался из дома вы все-таки вам записать видосик про свою машинку welcome to моя машина вот honda stepway gun b20 b rf1 во первых о чем нужно сказать это японец и это при том что именно тот самый правильный японец и при этом не супер типичный но захвативший как раз таки весь рынок почему потому что он большой нужно понимать что эта машина 46 метров вы понимаете это почти пять метров высотой она метр восемьдесят пять и шириной почти метр семьсот то есть это реально достаточно большая машина для японского рынка вот я подошел к машине вот эти это только благодаря бомпону да что я сам метр семьдесят шесть то есть машина по сути ростом с меня в этой машине куча мест а ну еще нужно сказать что это обычный четырехцилиндровый супер удачный крайне востребованный и супер живучий двигатель b20b и как раз таки в нем 135 сил именно поэтому это rf1 а не просто honda stepway gun именно в rf1 со 125 лошадей достали до 135 собственно опять же это рестайлинг каких-то супер модификаций здесь не произошло stepway gun выпускается практически всегда в двух литерациях это собственно машина с передними ведущими колесами и полноприводная тачка у меня как раз именно такое это не внедорожник то есть блокировки дифференциала здесь нет поэтому грести всеми четырьмя тут не получится но в принципе гребут всегда минимум одно спереди одно сзади давайте поговорим о той самой аварии в которой я оказался и какой итог получился мы видим что у меня полностью отсутствует передний бампер у меня отсутствует решетка радиатора и вместе с этим не отсутствуют туманочки и еще потом было выяснено что у меня тут как бы и сметать погнулся но собственно со временем все будет отремонтирована все будет сделано в целом машинка работает и это важно я короче с на скользкой трассе ехал по дорожке доехала большой короче длинный автомобиль автопоезд по моему с двух прицепов джига длиннющий и тут вылазит одна из самых главных его проблем собственно меня мотнуло я по неопытности не смог удержать скорость была хоть и небольшая но все же достаточно и спереди меня впереди меня была фура на встречке сзади меня была фура я понял что пора сугроб каким-то невероятным образом не знаю чудом короче я вывернул сугроб залетел достаточно глубоко ну и если посмотреть то в целом ничего не пострадало кроме а бампера он пластиковый решетки радиатора который оторвало к чертям но ее можно купить там за полторы тысячи до плюс доставка две с половиной и немножко радиатор то есть до его погнуло да тут короче вот погрызла но в целом он работает зимой я покатался он выполняет ту роль которая на него возложена вот если посмотреть то еще вот видите типа если слева стороной все в порядке везде зазорчики все как полагается мы переходим направо и видим что здесь уже зазорчики как бы ушли фара немножечко углубилась но опять же металл это все нужно тянуть на это нужно не очень много денег не очень много времени но пока денег у меня нет а времени у меня более чем достаточно давайте сразу минусом а потом уже перейдем к плюсам первый главный минус этой машины это ее парусность вот о нифига себе как криво у меня чушьки еще важно нормально нормально первое что нужно понимать это парусность этой тачки из-за того что машинка достаточно высокая прям очень высокая вот и при том что она квадратная хотя есть все-таки обтекаемые части но в целом она большая высокая квадратная у нее очень высокая парусность и даже очень очень небольшой ветерочек сразу эту машинку собственно будет колыхать так как будто бы ого-го когда ты ездишь при больших ветрах я вам обещаю непередаваемое ощущение будет вашим главным спутником на протяжении всей поездки потому что колыхать будет страшно дальше у этой машинки очень низкий просвет то есть если мы посмотрим то просветик у нас ну короче практически мое запястье то есть мое запястье достаточно маленько вот и поднять ее не получится но то есть в принципе тачка именно такая и с этим ничего не сделать то есть машинка сделана для того чтобы ездить мягенько по ровненьким дорожкам и тому подобное заезжать на сугробы на поребрики вот и на бордюры в том числе жители москвы привет получится но пузиком вы будете собирать все подряд они нужно понимать что пузик на пузике защиты нет это не спорт тачка это не говномес это обычная семейная машинка которая должна катать не смотрите на бомбежку это я от отчаяния сделал такую около рекламку вот заплатил за нее деньжата она так и бесполезно не выстрел короче печаль беда грустно давайте с внешней стороны еще чуть-чуть как говорится хватит меня давайте еще здесь 15 195 колеса 65 ну то есть достаточно маленькие достаточно узенькие вот но в целом их более чем достаточно сейчас мне стоит зимняя липучка а в питере у нас абсолютно типичная для питера погода то есть уже извините меня далеко апрель а чё толку правильно снег есть периодически ночью днем замерзает вот здесь есть очень небольшой капотик дворники кстати щеточки щеточки захватывают не все и меня это конечно дико бесит единственная дверь находится боковая да то есть вот она сдвижная боковая дверь то есть по сути моя машина четырехдверная то есть раз два три четыре все больше дверей нет и эта дверь выходит налево да потому что в японии как мы по ним правильно левостороннее движение удобно или неудобно ли это я очень редко вожу пассажиров поэтому мне в целом насрать лично для меня я как правило ну когда паркуюсь условно говоря если ты едешь по правой стороне и паркуешься направо то для тебя наоборот круто потому что ты выходишь куда правильно на газон а не на дорогу так что это скорее плюс один из самых охеренных плюсов которые мне кажется это очень высокие стопаки черт его дери как же охеренно ездить на дороге когда тебя прекрасно видно то есть вот вся вот эта вот гирлянда ну вот эти вот верхняя по крайней мере вот эта часть она светится это просто здорово прям у меня здесь был короче установлен вот такой вот крепеж от прежнего хозяина меня это вполне устроило если даже поставил номер хотя мог поставить и квадратный убрать вот этот вот колхоз но подумал а зачем здесь как я и говорил двери нет здесь дверь есть еще 23 года назад у меня машина 99 года делали стекла с электронным управлением и второе они автоматически раскладываются когда ты заводишь двигатель смотрите это ну типа это действительно очень здорово с той парадигме что еще раз машине 23 сука года и так смотрите вот у мой ключ вот я его вставляю смотрите сюда поворачиваю итак мы поговорили про минус который называется не низкий просвет мы поговорили про минус того что эта тачка реально очень парусная ну то есть вот так это выглядит давайте поговорим о третьем минусе на мой взгляд 3 минус это то что тачка в целом холодная то есть если посмотреть то вот эти вот стекла они вроде как отщелкиваются да здесь все исключительно через уплотнители то есть здесь нет дополнительных рам дополнительных уплотнителей здесь вот просто стеклышко уплотнители печка находится только там в тачке есть климат-контроль мы имеется ввиду кондиционер да он как бы есть но ты что дует только оттуда то есть дополнительных каких-то воздухотоков в салон нет то есть действительно машина очень холодная если ты включишь печку прям основательно серьезно то как бы водителю будет ташкент ребятам кто находится ближе будет ну как бы дискомфортненько а тем кто будут сзади им прям будет охеренно почему так происходит ответ достаточно прост вот а проблема в том что этой машине просто дохерище место смотри и вот мы видим спереди да вот пожалуйста водятел с пассажиром вот у нас второй ряд и вот у нас третий ряд раз диванчик огромный по 2 диванчик огромный и вот тут еще дополнительное кресло которым тоже можно в целом воспользоваться и вот это все огромное пространство нужно каким-то образом обогреть и вот единственное что это вот решеточки нашего кондиционера да или просто воздуходуечки все больше ничего не предусмотрен и так действительно огромная дверь вот отделана обычной тканью это пластик это другой пластик вообще изначально цвет машины как мне объяснили что он такой в партичке синеватый не вижу здесь ничего синеватого абсолютно черная машина вот эти вот вставочки сделаны под дерево я просто мое почтение мне очень нравится круто ткань которая давным-давно залазка на и скорее всего и и никто никогда не химчистил это упадет на мои плечи но чуть-чуть попозже состояние металлических частей вполне клевая уплотнители стоят как бы базовые тоже никаких претензий они выполняют свою роль когда мочкой керхером проводят никаких проблем это осталось от предыдущего хозяина внутри кожаная обивочка руля в принципе целом все нормально здесь есть аэрбаки аэрбак на руле и аэрбак на пассажирском сидении и на этом ребятам все седунька седунька тоже ее никто особо не обслуживал вот перемещается от полторашки вот что я очень люблю перекусить то есть водить этой машиной может и собственно наночеловек да и вонцы в принципе очень небольшие то что для них это удобно и большие дядьки которые никогда не стесняли себя в еде и тетки в том числе так что удобно будет всем руль тоже регулируется по высоте чуть выше чуть ниже я его закинул максимально вверх потому что сижу достаточно близко предыдущий хозяин этой машины сделал вот такого-то херен и подлокотник в котором реально есть все то есть эта штука выполнена из фанеры это тоже из фанеры дополнительно сделали обивочку вот здесь вот вот там все ой я прям я наслаждаюсь это очень здорово мне очень нравится и крайне доволен обожаю подлокотники подлокотники в онлайн вот второе место которое вот она собственно огромный диван вот и есть еще дополнительное место но Но оно у меня сложно именно для того, чтобы было удобно забираться в заднюю часть. Но нужно понимать, что вот эту вот дверь я практически никогда не открываю, если никого не вожу. Это абсолютно бессмысленное мероприятие. И всегда просто делаю вот отсюда шаг вот сюда и отсюда дальше. Про панель. Управление здесь все достаточно прагматично. Как и для нормальных людей, поворотнички у нас находятся под правой рукой, что здорово. Потому что когда ты водишь, у тебя всегда рука ложится на вот эту вот часть, локоть твой. И спокойненько ведешь машиночку, если тебе надо, как бы подкидываешь. А ты, блин, великолепный. Вот. Решетки обогрева нас не интересуют. А, собственно, маленький блочок управления подъемом зеркал. Блокировочка, чтобы пассажир тебе не мешал управление зеркалами заднего вида. Очень аскетичная приборная панель, от которой я в восторге. Собственно, все вы видите. Здесь абсолютно минимум информации. Здесь есть магнитола. Это клорион, пацаны. От Zest это клорион. Это реально хороший, адекватный звук. Здесь есть CD, мини-диск. Здесь нормальные усилители. Вот. Есть некоторые претензии. А здесь даже этой магнитоле больше 20 лет. И знаете что? Здесь выход есть под сабвуфер. Просто себе представьте. Вообще, это просто сказка какая-то. А про сабвуфер я вам расскажу немножечко позже. Забавно то, что я не думал, что мне есть так много чего рассказать об этой машине. Но мне скорее приятно, что действительно количество даже вскользь приятно вас удивит. Итак, первое, с чего я начал, когда в машину, собственно, эту машину купил и заселился. Первое, что было приобретено, это держатель для телефона, для того, чтобы можно было удобнее ездить по навигатору. Собственно, небольшой бардачок с болтиками. Вот. Там открывашка бензина и капотов. Здесь у нас один единственный прикуриватель. Здесь у меня тройничок. Хотелось бы, конечно, другой, но есть разветвитель на прикуриватель. FM-трансмиттер, кстати, был сразу приобретен. Удлинитель, который сразу был тройничок приобретен. Видеорегистратор. Вот здесь вот от Xiaomi X100. И рация. Рация тоже была приобретена. Антенну вы видели на машинке. Вот она, рация. Меня вполне устраивает Optium 270. По трассе ехал. Вообще, must have. Все, кто ездит по трассе, настоятельно рекомендую. Потому что, действительно, имея рацию, вы очень много проблем решаете. Можете спросить, там, где остановиться. Ну и тому подобное. Короче, здорово. Здесь также у нас есть бардачок. Но это вот под очки. Но я им не пользуюсь. Там есть небольшое количество хлама, который, в принципе, нужен. Здесь есть немножечко лампочек, которые тоже можно менять. Здесь, собственно, как и у любого автомата. Газ, тормоз, руднищок и держак под ногу. Держаком под ногу вообще никогда не пользуюсь. Коврики, кстати, оригинальные. Мне все нравится. Я вожу всегда в носках. Меня устраивает. Мне удобно. Не знаю, как у вас рассказывать. На классическое управление нужно понимать, что у меня на задней двери есть дворник. Он прекрасно работает. Там же есть и подача воды, что тоже здорово. Дворник в подаче воды. И, собственно, дворник на водительском окне. Коробочка передач, ребят. Коробочка передач достаточно приятная. Здесь есть, в отличие от классических коробок, еще и первая-вторая передача. То есть, ты можешь сделать так, что у тебя выше первой не поднимется, выше второй не поднимется. Это здорово, когда ты что-то тащишь. В принципе, что-то тащить эта машина со временем будет. Я очень хочу поставить себе фаркоп, но это будет немножечко позже. Кнопочка овердрайв. Это, ой, моя прелесть, о которой мечтаешь нажать, так сказать. Но на трассе, короче, это прям палочка-выручалочка. Эта машинка крутит двигатель в среднем до двух с половиной. И дальше она, как правило, запрыгивает редко. И для того, чтобы тебе идти нормально на обгон, тебе нужна вот эта кнопка. Нажимаешь на эту кнопку, она автоматически разгоняет двигатель до четырех с половиной. Ты нажимаешь на кнопочку газа, и у тебя машина летит просто туда, куда ты ее посылаешь. Очень здорово. По рулю. Руль крайне удобный. Гидроусилитель хоть и старый, но, в принципе, вот так вот одним пальцем можно спокойненько вращать. И никаких проблем не будет. У меня есть, конечно, кондишен. В данный момент у меня ремень кондиционера не установлен. Его сорвало при аварии. Кстати, да, я не рассказал. У меня сорвало при аварии. Ремень гидроусилителя оторвало к чертям, кондиционера оторвало к чертям. И ремень генератора вообще держался, короче, на третьей полосы. Я кое-как доехал до ближайшего, и мне их просто поменяли. Благо, они у меня были от предыдущего хозяина. Спасибо тебе огромное, дружище. Здесь перцовочка, здесь всякие эти карты накопительные. Ну и в целом как бы все. Вот. И здесь уже нормальный бардак. Салфетки, ложки, стаканы. Вот это уже прекрасно. Практически не пользуюсь. Основная часть пространства, его находится вот здесь. Здесь есть пакеты для трупов. Парочку ремней на замену. Влажные салфетки, чтобы вытереть руки после упаковки трупа. Ну и, собственно, спасибо дяде Вите за то, что подогнал мне. Проверитель давления. Вот, скотч. Ну, на всякий случай, если там труп еще остался, вот, ему, короче, рот замотать. Пассажирское сидение. Из-за того, что я вожу, как бы, ну, в носках. Вот, у меня есть тряпочка, которую я обтираю. У меня есть обувь, которая всегда стоит на пакетике. Да, тряпочка, на всякий случай, если вдруг надо проверить маслицы и тому подобное, другая тряпочка, чтобы обтереть, видите, зеркала заднего вида. Типа банальная печка, вот, и еще пара кнопок, которые, там, склющаются под фарник. Давайте, короче, от передней части все-таки перейдем к задней и уже поговорим о задней части. Итак, также одно из первых, что я сделал в машине, это повесил себе вот такой вот. Вот там вот висит крючок для этого, для одежды. Но ввиду того, что он постоянно слетал, я себе сделал вот такой вот, чисто электрический. Вот, он прекрасно работает. У меня висит здесь куртка. Вот. А вот там вот, давайте посмотрим еще. Итак, здесь. Здесь у нас есть небольшой подстаканник. Ну, как бы, да, крепельница. У меня в машине никто не курит, включая меня. Все сиденья в этом автомобиле могут превращаться в один диван. Эта сидуха, вот эта вот, она полностью разворачивается вот так, вот так, боком, раком, с раком. Единственное, что остается на месте, это вот эта сидушка. Вот эта сидушка, она просто вытаскивается вот таким вот образом, раскладывается и все, еще один ряд. То есть, в целом, рассказывает больше нечего, но тоже переводится чуть-чуть вперед, чуть-чуть назад. Одно из моих недавних приобретений. Инвертор на 220. Штука ультрасасная и радует меня до сих пор. Собственно, как раз-таки именно эта штука и питает сабвуфер. Сабвуфер у меня находится вот здесь. Вот, к нему все было проброшено. Ну, и об этом чуть-чуть позже. На каждой, эти все сиденья являются абсолютно полноценными. На каждой из этих сидений есть специально удерживающее устройство. Собственно, для чего машина покупалась, для того она и используется. У меня машина покупалась для работы, поэтому здесь стремянка, здесь инструмент, перфоратор, короче, ну и по мелочи тому подобное. Вот эти места практически никогда не раскладывались. В целом, это будет применяться летом, то есть летом, когда я буду ездить и буду жить в машине вместо палатки, и это будет гораздо более ценным. Вот, ну а пока, вот у меня здесь, вот здесь вот есть еще ковер. Сейчас, ну как ковер, коврик. Так, вот он. И все, дальше идет уже свой собственный родной корпет, которым я, конечно же, с большим удовольствием пользуюсь, но накрываю его все-таки полиэтиленом, чтобы он не умер. На окнах есть от предыдущих хозяев прикольные занавески, они меня дичайше радуют. Они везде есть. Они есть даже в свое перекрытие, то есть можно, короче, сделать эффект лимузина. Вот, лампочки я со временем заменю, переднюю заменил, заднюю тоже надо. Мерклая, тусклая, кошмар. Обязательно, конечно же, огнетушитель. Здесь был поменьше, я поставил побольше. Саб-вуфер. Большой, хороший, а от обычного домашнего кинотеатра справляется в своей роли. Он опять с огромным плюсом, вообще никаких претензий. Был сделан по уму, именно так, как я хотел и как я люблю. Поэтому никаких нареканий нет. Я в целом абсолютно доволен. Ну и что, наверное, стоит отметить про вот эти вот замечательные суперместа. Так это только то, что они складываются в большой, но очень низкий диван. Все. В целом, как бы, больше рассказывать серьезно, ну, реально нечего. Задняя дверь. Единственный минус, который я в ней нашел, это то, что она не открывается изнутри. Как полагается, умному человеку поставлено видеорегистратор иззади. И, опять же, очень легко перемещаться по тачке внутри салона. То есть, тебе не нужно переходить, переезжать. Вот спокойненько ты сидишь в машинке. То есть, вон она тачка. Вот я, вот прямо у окна, представляешь, сижу. И вот я рукой, вот, я даже не могу дотянуться до второго ряда. И даже переехав на сиденье, как бы, вот, вот я сижу на сиденье, откинувши. До заднего сиденья ты, ну, до заднего ряда ты не достанешь. Просто его не потрогаешь. То есть, достаточно большое расстояние. Вот, тем более, когда я подвигаюсь. Ну, а так, нужно понимать, да, что вот, это вот полностью отброшено. То есть, расстояние достаточно впечатляющее. Так что машинка, в целом, вот такая. Она достаточно аскетичная. Здесь нет каких-то очень крутых штук. Но, в итоге, ты получаешь самое главное. Это удобство езды. Она большая и удобная. Ты получаешь практически небольшой домик на колесах. В котором можно, я доказал, что спокойно неделю жить вообще не парясь. В которой можно удобно спать. В ней, в принципе, комфортно. А летом, когда наступит, это я зимой спал. А летом, когда наступит, вообще будет просто роскошь. Я не знаю, надо только единственные сетки какие-нибудь купить, чтобы комары не залетали. Давайте я вам покажу, как я спал в дороге. Ну, вот, собственно, вот мое сиденье. Что нужно сделать первым? Нужно первым скинуть подушку. Вот, подголовник. Второе. Сиденье мы перемещаем максимально вперед. Вот сколько здесь есть возможности, столько перемещаем. То есть, видите, уже расстояния почти нет. И после чего мы опускаем сидушечку максимально вниз. Вот. Все. Мы имеем, по сути, вот равномерный лежачок. И после чего мы сюда кидаем какую-нибудь подушку. Ну, давай предположим, что вот эта вот толстовка есть моя подушка. Вот я ложусь, да? Вот, видишь, я уперся, все, рука не проходит. Вот. А теперь мы смотрим вот туда. И я напоминаю, я метр семьдесят шесть. То есть, мы смотрим вперед. И видим, что у меня ноги вот. Видишь, вот они. Вот. То есть, в целом они вот туда падают. И мне нормально. То есть, мне в целом удобно. Ну, если мне прям вот сильно захочется, я роняю вот эту вот штуку назад. И все. И у меня полноценный диван, в котором, типа, ноги не будут даже упираться в руль. Короче, вот настолько это здорово. Короче, это дичайше удобно. То же самое можно сделать с пассажирским местом. Вот. И, собственно, если вам очень хочется, вот этот вот диван откидывается назад. Опускается. А. Скидываются подголовники. Скидываются вот эти вот два дивана. Все. А прокидывается у вас огромный просто траходром. Ну, а если вы... Если у вас там условно есть дети небольшого роста, да, или маленькие. То вы можете вообще назад, вот где у меня стоит савуфер и весь хлам. Убираете, короче, хлам. Закидываете вот сюда. А там просто делаете маленький надувной матрас. Или вы берете вот это вот сиденье. Отворачиваете его к стенке. И все равно закидываете. И его даже можно снять. Короче, машина позволяет вам делать вообще любые модификации. С большим удовольствием. Пространство просто невероятное количество. Минивэн вообще для меня это открытие. У меня всегда была... Всегда была мечта именно минивэн. Да, то есть микроавтобус. А сейчас вот мне настолько... Он большой. Он реально очень большой. Он очень валкий. Он очень медленный. Он очень такой вот прям тяжелый на подъем. Но вместе с этим чертовски ламповая штука. Я уже имел опыт покататься на седанах на обычных. Типа Skoda Rapid. Типа Volkswagen Polo. Skoda Octavia. Вот. На Duster я катался. Даже на Makis садился. Я могу сказать, что это катастрофически для меня неудобно. Я не знаю. Мне нравятся, короче, большие машины. И я прям в большом восторге. Я очень хотел бы себе открыть еще дополнительные категории. Типа D, C, E. Вот. А вообще неинтересно. Посмотрим. Посмотрим. Очень может быть, что так произойдет в ближайшем будущем. А. И стоит отметить, что, ребята, я буду пытаться выпускать какие-то максимально нейтральные видео. Потому что происходящее вокруг очень сильно разрушает эмоциональное и физическое состояние очень многих людей. И очень не хочется этому потворствовать. Поэтому не обижайтесь и не обращайте внимания. Видео будут совсем на отвлеченные темы. Короче, я надеюсь, что это видео вам тоже помогло немножечко отойти от, скажем, той самой ситуации, в которой сейчас находится Россия. Вот такую вот машинку я себе приобрел. И надеюсь, вам она тоже понравилась, так же, как и мне. На этом все. Удачи, добра, позитива, всего лишь самого лучшего и успехов в любых ваших начинаниях. Рад был вас видеть. Спасибо, что посмотрели. Спасибо. Спасибо.